Я решил особенно не останавливаться на органицизме в социологии, потому что здесь нет никаких ярких фигур в этом направлении, если не считать самого Спенсера, но он не был органицистом в собственном смысле. Но просто скажу, что органицизм или биоорганическая школа, как ее называют в социологии, она опиралась на известное представление об обществе как об организме. И если представление о социальной системе имело два прототипа, то есть механизм и организм, то это направление опиралось на представление о биологическом организме как о прообразе социальной системы. И на этом пути было найдено немало интересного, но в то же время я хочу сказать, что органицисты, такие как, если говорить о наиболее известных немецкий социолог и государствовед Альбет Шефле или французский социолог Рене Формс, они, собственно, в отличие от Спенсера, который, проводя аналогии между обществом и организмом, далее рассматривал огромное количество, собственно, социокультурных и исторических фактов, они просто занимались тем, что старались сопоставить все, что только можно между обществом и организмом, доходя до каких-то карикатурных сравнений, находя в обществе органы выделения там и прочее. Так что это уже вырождалось, как это часто бывает у эпигонов, и не давало никакого превращения знания. И на этом базировалось то отрицательное отношение, которое в конце концов сложилось к биологическим аналогиям. Хотя, в принципе, если отвлечься от этих перегибов или извращений, так сказать, то можно сказать, что это очень полезный евристический прием, который содержал в себе немало ценного, я имею ввиду органические модели, органицистские модели и биологические аналогии. Эти, если говорить о Шефле, он в свое время был довольно известным социологом, и, собственно, лицензия на его книгу была первой, собственно, публикацией Дюргейма. Рене Вормс не представлял из себя оригинального мыслителя и, скорее, вошел в историю социологии не своей книгой организма и общества. Она, кстати, в русском переводе вышла на следующий год после выхода во Франции под названием «Общественный организм». Рене Вормс вошел в историю социологии, скорее, своей организаторской деятельностью. Он организовал Международный институт социологии, который существует до сих пор. Это самая древняя, так сказать, социологическая международная организация. Он организовал ее в 1893 году, вот ей уже 107 лет. Он организовал журнал «Международное социологическое обозрение», который бесперебойно выходил на протяжении многих десятилетий. Поэтому этим, скорее, он известен. Но сами его работы, они не представляли ничего такого интересного и оригинального. Поэтому, собственно, я думаю, что биоорганическая школа, она или как ее еще называют, органицизм, социология, достаточно, собственно, сказать того, что я уже сказал только что, и специально останавливаться на этой теме нет смысла. Вы можете легко найти сведения об этом везде. Ну и вообще, это, повторяю, очень уж оригинальных фигур здесь не было. Среди представителей этого направления называют и Павла Федоровича Лилиенфельда, который писал, опубликовался в Германии и в России, причем в России, на русском языке он опубликовался под псевдонимом ПЭЛ, инициалы, инициалы, инициалами. Поэтому, поскольку он занимал важный пост, государственный, был важным государственным чиновником, то он не мог, в общем, это могло вызвать недовольствие начальства, и вот такие эти упражнения социологические. Поэтому, когда он опубликовал свою книгу о мысли о социальной науке будущего, а точнее фрагмент из нее в русском издании под псевдонимом ПЭЛ, то цензура решила, что это Петр Лавров, который публиковался все время за границей, был известный бунтарь, так сказать, и диссидент. Но на самом деле эта работа как раз была не его. Но в работах Лилиенфельда тоже нельзя найти ничего такого уж, на мой взгляд, сверхоригинального. Поэтому теперь я хотел бы сосредоточить ваше внимание на другом направлении, в котором содержалось гораздо больше интересного, а именно на психологической социологии конца 19-го, начале 20-го века, начало 20-го века, и вот об этом сегодня и пойдет речь. Значит, психологическое направление в социологии конца 19-го, начало 20-го века, или попросту психологизм в социологии этого периода, вот наша сегодняшняя тема. Я назову просто те разновидности, те вопросы, которые мы сегодня рассмотрим, и последовательно мы их, и буду двигаться от одного к другому. Сначала я остановлюсь на том, какое значение вообще имел психологизм в социологии 19-го века, и этот сюжет я бы озаглавил так, психология, психологизм и социология 19-го века. Второй вопрос нашей темы – это психобиологический редукционизм. Психобиологический редукционизм представлен именами американских социологов Лестера Уорда и Франклина Гиттингса. Третий вопрос – это тоже психобиологический редукционизм, представленный уже инстинктивизм. Значит, второй вопрос – психобиологический редукционизм, двоеточие Лестера Уорда и Франклина Гиттингса. Третий вопрос – психобиологический редукционизм, двоеточие инстинктивизм. Четвертый вопрос психология народов. Четвертый пункт нашей темы. Пятый вопрос психология масс. И здесь мы остановимся специально на работах Габриэля Тарда и на понимании им подражания как основы социальной жизни. Шестой вопрос это зарождение интеракционизма и наконец в конце подведем итоги и рассмотрим значение психологической социологии. Я должен прежде всего подчеркнуть, что то о чем мы говорили до сих пор часто было связано с так называемым биологическим редукционизмом. То есть со сведением социальных процессов, биологическим процессом. Вообще слово редукционизм это не ругательное слово. Это совершенно нормальная методологическая процедура. Состоит она в том, что при объяснении явления одного уровня реальности опирается на явление другого уровня реальности. Например, когда мы то, что происходит в психике человека объясняем тем, что происходит в его нервной системе, то тем самым мы даем редукционистское объяснение, потому что психические процессы сводим к физиологическим. Если допустим мы говорим, что все болезни от нервов и говорим, что язва желудка происходит от нервного перенапряжения, то здесь мы тоже даем редукционистское объяснение. Оно бывает часто вполне адекватным. Действительно все болезни от нервов, я шучу конечно, но язва желудка действительно часто проистекает от нервного перенапряжения и так далее. Так что редукционизм это нормальная методологическая процедура, которая применяется во всех науках, в том числе конечно и в социальных. И поэтому нельзя считать, повторяю, что это что-то заведомо ложное или что это ругательное слово. Так вот мы имели до сих пор дело преимущественно с геологическим редукционизмом. Ну а если речь идет о психологическом направлении в социологии, то соответственно мы имеем дело с психологическим редукционизмом. И в этом собственно суть всего этого направления. В сведении социального к психическому. Слово редукционизм, как вы догадываетесь, я думаю происходит от слова редукция, то есть сведение. В чем истоки такого сведения социальных процессов в психическом. Ну прежде всего я хотел бы подчеркнуть значение житейского что ли такого основания подобной редукции. Что я имею ввиду? Общество это в конце концов что-то невидимое и более или менее абстрактное. А вот индивиды, живые индивиды с их чувствами, мыслями, страстями, устремлениями и тому подобное. Это то, что мы реально наблюдаем и то, что нам дано непосредственно в наших ощущениях. Неудивительно поэтому, что общество, в общем-то сущность более абстрактная, чем индивиды, часто общество объяснялось теми процессами, которые происходят в психике индивидов. Но помимо вот этой житейской, так сказать, традиции или помимо этих житейских корней такого рода редукции, существовала и длительная философская традиция психологического редукционизма. Традиция, состоявшая в том, что социальные процессы объяснялись либо универсальными свойствами человеческой природы, как это происходило, например, у Лука, у Юма, у французских просветителей, у английских утилитаристов и так далее. Либо процессами, происходящими в психике индивида или индивидов. Джон Стюарт Миль, известный логик, философ, писал, что все социальные законы, в конце концов, сводятся к законам индивидуальной человеческой природы. Надо сказать, что психологизм присутствовал также не только у психологистов, так сказать, но и у многих, у представителей многих других направлений. Например, мы можем найти очень солидные элементы психологизма и у Спенсера, и у некоторых социальных дарвинистов, многих, если не у всех, о которых мы говорили в прошлый раз. И у Смола, и у Бетчгата, и у органицистов, у того же Вормса мы находим, и у Шефле элементы психологизма. И в географической школе, у Рацеля, у Риттера и многих других. Даже в социологизме Дюргейма, о котором мы еще будем говорить, который выступил с позиции радикального антипсихологизма, мы находим все же довольно значительные элементы психологизма. И это говорит, в общем, о том, что в каком-то смысле, за нечу в скоках, избавиться от психологизма совсем невозможно, да и не нужно. Но это отдельный разговор. В чем же причины того, что психологизм в социальных науках приобрел такую популярность во второй половине XIX века, особенно к концу века? Здесь нужно отметить прежде всего тот факт, что психология как наука конституировалась раньше социологии, и ее институционализация в университетской системе, в университетских системах различных стран произошла раньше, чем это произошло с социологией. Раньше возникли психологические журналы, психологические научные общества, научные исследовательские учреждения и так далее. Например, здесь нужно отметить, что в 1879 году известный философ, социолог одновременно и психолог Вильгельм Вунд в 1879 году в Лейпциге основал первую в мире лабораторию экспериментальной психологии. И многие съезжались туда, в эту лабораторию, не только психологи, но и представители других дисциплин, в том числе и социальные ученые. Например, тот же Дюргейм, совершив командировку длительную в Германию, посетил эту лабораторию, и на него произвела эта лаборатория довольно сильное впечатление. Действительно, если даже человеческую душу можно изучать экспериментальными методами, объективно, как это в фунтовской лаборатории происходило, то тем более, значит, можно изучать и то, что происходит в обществе аналогичным образом. Если даже психика, которую раньше считали возможным постичь только интроспекционистскими методами и подходами путем самонаблюдения, окажется, можно изучать извне, как вещь, экспериментально, и это произвело сильное впечатление и на социологах тоже. Отделение психологии от философии и физиологии произошло во второй половине XIX века, и поэтому все эти процессы конституирования психологии послужили для социологии своего рода прецедентом, если угодно, образцом и примером, следуя которому можно институционализировать науку. И социологи многие, даже выступая против психологизма, рассматривали психологию как образец. Вот это тот факт, что психология конституировалась раньше. Все это было связано с ростом престижа психологии, и она проникает в самые разные области знания, не только в социологию. В первой половине XIX века психология рассматривалась как отрасль философии, как отрасль метафизики, из-за чего, собственно, Конте не включил ее в свою классификацию наук. А вот Вильгельм Вунд, о котором я сейчас говорил, наоборот говорил, вся наша философия это современная психология. То есть, иначе говоря, уже наоборот, философия стала рассматриваться как разновидность психологии. Психологизм стал интеллектуальной модой и общей тенденцией в разных науках. И во многих науках наблюдалась в конце XIX века тенденция к обоснованию и объяснению соответствующих предметов с позиций психологии. Психологизм наблюдается и в мосеологии, и в логике, и в эстетике, и в лингвистике, и в исторической науке, и в литературоведении, и так далее. Естественно, что он проникает и в социологию. И подобно тому, как впоследствии, буквально спустя 20-30 лет, ученые разных специальностей стали избавляться от психологизма с таким же рвением, в предшествующий период, наоборот, они опирались на психологию как на основание своих соответствующих выводов. В социологии популярность психологизма усиливалась еще благодаря тому, что биологический редукционизм не удовлетворял многих мыслителей, и они обращались к психологизму как к средству компенсации этой неудовлетворенности. Еще один момент важный состоит в том, что психология начала 19 века была прежде всего психологией индивида, а вот в последние 3-19 века все больше обращают внимание на механизмы так называемой социальной психики коллективного сознания, группового сознания. Многие психологи обращают внимание на то, что высшие психические функции, такие как мышление, память и тому подобное, невозможно свести к физиологическим процессам, и для понимания этих процессов требуется учет социокультурных факторов. То есть в свою очередь психологи тоже пошли навстречу к социальным объяснениям, и в психологии, можно сказать, наблюдался в свою очередь социологический редукционизм. В целом надо сказать, что эта психологическая социология, как и другие направления, не представляла собой единую школу. Общей чертой было то, что я только что сказал, это стремление, осознанное стремление или неосознанное, сводить социальное к психическому. Но существовала различная степень этого сведения или редукции, существовала ориентация на разные типы или разделы психологии внутри этого направления. И вот в зависимости от того, на какой из разделов психологии ориентирована социология, в зависимости от базовых объяснительных категорий, которыми пользовались социологи, различают несколько разновидностей психологизма в социологии этого периода. Это, во-первых, психобиологический редукционизм, представленный именами, прежде всего, Уорда и Гиддингса, американских социологов. Это инстинктивизм, тоже разновидность психобиологического редукционизма. Это психология народов, специфическое направление, о котором я скажу. Это массовая психология или психология масс, и, наконец, это зарождавшийся тогда интеракционизм, получивший затем дальнейшее развитие впоследствии. Вот в таком порядке я и буду сейчас говорить, и начну с психобиологического редукционизма, или как его еще называют, психологический эволюционизм, Лестера Уорда и Франклина Гиддингса. Надо сказать, прежде всего, что психологический редукционизм, или психологические объяснения в социологии, не обязательно противостояли биологическим объяснениям. Они иногда, и особенно на ранних фазах развития этого направления, дополняли биологические объяснения, или служили своего рода промежуточными звениями между механизмами биологическими и, собственно, социальными при объяснении последних. Речь, собственно, шла о том, чтобы дополнить эволюционистскую схему представления о биологической эволюции, интерпретации психологических механизмов. Хотя эти механизмы, конечно, понимались довольно общо и не конкретно еще. Вот двумя виднейшими представителями этой разновидности психологизма были Лестер Уорд и Франклин Гиддингс. В жизни Лестера Уорда, просто напомню, скажу, чтобы представить себе, о каких хронологических рамках идет речь. И тот, и другой рассматривали развитие общества как часть космической эволюции, и в этом они следовали со Спенсером. Они исходили из того, что каждая последующая ступень в этой универсальной эволюции аккумулирует, накапливает достижения предыдущей ступени. Но если, допустим, Саммер, если сторонники биологического редукционизма исходили из того, что социальная эволюция – это непосредственное продолжение органической эволюции, или часть просто органической эволюции, то, и при этом они подчеркивали ее автоматизм, то уже Уорд и Гиддингс и им подобные подчеркивали, что развитие общественной жизни, эволюция – это результат не только органического начала, но и результат развития сознательного начала, подчеркивали роль сознания человека. Отсюда в практическом плане они предлагали вместо лозунга, допустим, Саммера, лозунга физиократов или СФР, то есть не мешайте и пусть все развивается как развивается, они провозглашали необходимость управляемой или направленной эволюции, то есть необходимость разумного управления социальными процессами и, в общем, недостаточность того, чтобы пустить ее на самотек, недостаточность ее такого самостоятельного развития без всякого такого регулирующего начала. Уорд был по специальности геологом и палеоботаником. Социологией он занялся уже в зрелые годы. Ряд его работ есть в русском переводе. Он был одним из первых американских социологов и был довольно известен в России, довольно хорошо известен в России. Основные его работы динамическая социология, работа 1983 года, русский перевод 1991 год. Причем один тон был переведен, второй не успел, потому что здесь во многих учебниках вы найдете рассказ о том, что рассказ, как выясняется со слов Ковалевского, любил рассказывать это сам Уорд, что его второй том динамической социологии уже был отпечатан, но был сожжен по специальному решению правительства царского, по рекомендации цензоров, поскольку якобы это было воспринято как руководство по изготовлению динамита, поскольку в это время в России бомбисты активно действовали, террористы тогдашние устраивали покушение на начальство и решили, что эту книгу не надо пускать. Ну я думаю, что это скорее анекдот, и Ковалевский тут просто, может быть, пошутил, а Уорд эту шутку воспринял всерьез. Но на самом деле эти цензоры, они могли быть ленивыми, но они не были совсем уж такими тупыми. Просто, я думаю, здесь были причины чисто идеологического характера и тогдашнее начальство, как и позднейше, уже в советские времена считалось, что не надо чистую душу россиянина замутнять всякого рода вредными идеями. И по идеологическим причинам этот тираж был уничтожен. Кроме того, в русском переводе есть его работы «Психические факторы цивилизации», «Очерки социологии». Из других работ можно назвать «Чистую социологию», «Прикладную социологию». Уорд испытал влияние Конта и Спенсера, но он считал, что все-таки применительно к человеку спенсеровскую идею космической эволюции, происходящей автоматически, нужно дополнить ценностной идеей прогресса. То есть, иначе говоря, в суждениях о человеческих делах не надо воздерживаться от оценок этических суждений типа того, что такое хорошо и что такое плохо, от чего, в общем, Спенсер и его последователи отказывались. И здесь мы находим любопытную перекличку этих идей с идеями русской субъективной школы в социологии, представители которой аналогичные идеи высказывали, например, Михайловский и некоторые другие, подчеркивали, что, как говорил Михайловский, социология должна начать с некоторой утопии и сначала прямо определить, что такое хорошо и что такое плохо, опираясь на так называемый субъективный метод. Ну а потом уже не прикрываясь идеей объективности это заявить, а потом уже можно исследовать, что там происходит на самом деле, подчиняя то, что происходит на самом деле тому, что с точки зрения социолога является желательным, с точки зрения определенного идеала. Идеал надо провозглашать до того, как социолог исследовал некие социальные процессы. И здесь, повторяю, для Уорда мы находим нечто подобное. И не случайно эти идеи Уорда нашли понимание определенное в России. Кстати, это интересная тема для исследования. Я своим студентам отдавал даже курсовую работу писать вот Уорд и русская субъективная школа социологии. Здесь можно найти, мне кажется, интересные какие-то вещи, любопытные сопоставления и интересные выводы можно сделать на основании этого сопоставления. Согласно Уорду, социальные институты – это результат развития не столько витальных, то есть жизненных сил, значение которых он, впрочем, тоже не отрицал, а психических факторов. Я цитирую. Социальные силы – это те же психические силы, которые действуют в коллективном состоянии человека. Поэтому он подчеркивал, что основание социологии – это не биология, как утверждал Спенсер или Саннер, а психология. Высшая ступень социальной лестницы – это социогения. То есть синтез всех природных сил происходит на этой фазе – космических, биологических и прочих. И это своего рода венец эволюции. Качественное отличие этой новой ступени, новой ступени эволюции, новой формы реальности – в наличии чувства и особенно целей, которых не было в действиях стихийных природных сил. Целеполагание – это и есть специфика социальной реальности в сравнении с биологической реальностью и всеми прочими уровнями реальности. В обществе по Уорду генетические процессы, то есть процессы, лишенные цели, превращаются в так называемые телические процессы. От греческого слова «телос», то есть цель. В последствии, кстати, понятие «телический» использовал Парсенс. То есть, иначе говоря, для Уорда «телические процессы» – это синоним социальных процессов в значительной мере и отличительное свойство социальных процессов. Специфика социального поведения в целеполагании, целевой деятельности. В своем главном труде «Динамическая социология» и в других работах Уорд подчеркивал, что первичной социальной силой является желание. И он, как я уже говорил, одним из первых, впрочем, впоследствии многие, как и Саммер и как Томас впоследствии, осуществил классификацию желаний. Здесь он предваряет теорию четырех желаний Томаса. Первичность социальной силы – это желания, которые представлены голодом. Это прежде всего какие желания? Это голод и жажда. Удовлетворение этих желаний обусловливает поддержание жизни индивида. И половая потребность, которая обеспечивает продолжение рода. Ну а на основе этих первичных желаний возникают уже желания более сложные – интеллектуальные, моральные, эстетические. И вот эти как раз желания характеризуют прогрессивное развитие общества и, вот так сказать, улучшение. Но кроме индивидуального целеполагания, Уорд подчеркивает значение и коллективного целеполагания, которое он называет коллективный телезис. И носитель этого коллективного телезиса – это государство. Государство – носитель и формулирования коллективных целей, и их реализации. Телезис – это и есть целеполагания? От слова «телос» – цель, греческого слова. Телические процессы – это целевые процессы. Согласно Уорду, общественное сознание пока еще не может нейтрализовать вредных для общества сил. Особенно он в то время, кстати, как и некоторые другие, но с разных позиций, Отмечал значение и отрицательное влияние монополий, Их деятельность, которых он уподоблял грабежу. Так же, кстати, как и сам Нар. Но для них монополия – это было воплощение не высшей стадии капитализма, Как для Ленина, допустим, или который в значительной мере повторял Гобсона. А для них это было наоборот. Для них это был разрыв с традиционным капитализмом, С системой конкуренции свободной, Поскольку монополизм подавлял эту конкуренцию. И, как я говорил уже в прошлый раз, Из вот этой тревоги выросло первоначальное антитрестовское законодательство Против монополии с тем, чтобы сохранить конкуренцию, Которая для американцев была очень важна, И для них она была, прежде всего для них, Конкуренция воплощала капитализм нормальный. Гиттингс, был Франклин Гиттингс, Был профессором социологии Колумбийского университета. Был профессором социологии Колумбийского университета. Если телическая это целевая деятельность, то почему без цели деятельность становится телической? Я неправильно поняла, о чём это. Она не становится, она превращается. Эти органические процессы трансформируются, эволюция на новой фазе для органа и те и другие генетические процессы. Этилические – это фазы эволюции. Вот на одной фазе это генетические процессы, где нет цели, а потом эволюция трансформируется, новая ступень эволюции связана с появлением вот этого телического начала, то есть целеполагания. И это новая ступень эволюции, связанная с существованием человека, с появлением человека в этой эволюционной лестнице. На этой эволюционной лестнице или в этой цепи, я не знаю. – Так а социогемия – это генетические процессы или телические? Она же высшая стадия. – Высшая стадия, да. – Значит телические должны быть. – Да, совершенно верно. – Почему же у меня такое название? – Почему так называется? – Потому что генетически называется. – Вы знаете, вопрос лингвистический. Надо подумать. – Гения от слова «развитие», «возникновение», «социогения» – «возникновение общества», буквально. – Генетический процесс, здесь я понял, что у вас здесь смутило. – Социогения – это возникновение, строго говоря, общества. Когда же речь идет о генетических процессах, он имеет в виду процессы, лишенные цели. Только и всего. – Гения от слова «генезис», я так думаю. И социогения означает «генезис общества» или «возникла новая ступень общества». Социогения – это и есть, или социогения, я не знаю, как тут лучше сказать, это и есть возникновение нового начала общественного. Но это не связано с понятием «генетические процессы». Он просто говорит, есть два вида процессов. Только генетические, в данном случае это синоним органического или биологического. и есть процессы целевые. – Угу. – Спасибо. – Ну не знаю, может я и неправильно это понимаю. Здесь нужно, надо спросить, может быть, специалистов по этимологии. Этимологии. Гиггинс, его основные работы «Принципы социологии» – это работа 1896 года, и она вышла в русском переводе в 1898 году, под названием «Основание социологии». Он написал учебник «Элементы социологии», один из первых учебников. Индуктивная социология, книга «Исследования по теории человеческого общества» и так далее. Согласно Гиггинсу, социология – это наука, которая стремится, я цитирую, «понять общество в целом и объяснить его посредством космических законов и причин». Гиггинс испытал влияние Спенсера и механицистских представлений в социологии. Но Гиггинс подчеркивал, что общество – это не просто и не только организм, а организация. Впрочем, мы и у Спенсера находим этот термин «организация», часто наряду с термином «организм», о чем часто забывают. Но эта организация возникает в результате, во-первых, бессознательной эволюции, во-вторых, сознательных усилий. Как писал Гиггинс, общество – это психическое явление, обусловленное физическим процессом. «Поэтому социология должна соединить в себе как субъективное, так и объективное объяснение». Это психическое общество, это психическое явление, обусловленное физическим процессом. Почему наоборот? – А я что, наоборот сказал? – Нет, не наоборот. – Что-что? – Заткопись. – По Гиггинсу общество – это психическое явление, обусловленное физическим процессом. То есть он подчеркивает, что истоки общества коренятся в эволюции неорганической и органической, а результат уже собственно социальные процессы носят психический характер. Но это очевидно. Сам Гиггинс сосредоточился прежде всего на субъективной стороне социологического объяснения. И вот в качестве так называемого первичного и элементарного субъективного социального факта он провозгласил так называемое сознание рода. Эта категория весьма важная и характерная для Гиггинса. И она впоследствии в различных вариантах, в разных формах присутствовала в социологии. Что такое сознание рода по Гиггинсу? Вот как он его определяет. Это такое состояние сознания, в котором всякое существо, я цитирую, какое бы место оно ни занимало в природе, признает другое сознательное существо принадлежащим к одному роду с собой. Иногда он обозначает сознание рода как социальный разум. Иначе говоря, это групповое самосознание, которое порождает общественные мнения, традиции, социальные ценности и тому подобное. Некоторые, например, в Индии считают, что души перерождаются, у них и коровы, и все остальные, как известно, сознание обладает неравной с людьми. А у других идут до сих пор дискуссии, идут по являетелю неравной с людьми. Есть ли их сознание? Не являетесь? Кто? Ну неравной с людьми. Другие антропологические. Не, ну сегодня так мало кто считает, что это ученых. Ну это же не об ученых говорили, а про любое существо. Когда-то тоже говорили. Любое существо, любое существо, это не ученые. Придлезащих к одному роду с собой. Ну например, встречу я инопланетянина, предполагаю, что у него тоже есть ум, он же не одного рода. Нет, постойте, это зависит от, может быть вы не совсем поняли, не одного рода, ну значит у вас нет сознания рода, объединяющего вас с этим инопланетянином. Но если вы встретите этого инопланетянина и почувствуете родство душ, так сказать, и что вы принадлежите к одному роду с ним, то вы с этим инопланетянином обладаете общим сознанием рода. В этом сути этого взгляда. Независимо от того, объективно вы с этим инопланетянином есть у вас что-то общее или нет ничего общего. Но если вы почувствуете это родство. Если этот процесс должен быть взаимным, если я к нему родство почувствую, значит и он должен. Это конечно, поэтому и сознание рода, когда оно объединяет для того, чтобы сознание рода создало группу, нужно чтобы не один человек, а некое множество. Некое множество почувствовало это. Это аналогично самнеровскому понятию мы-группа. В общем-то. Или впоследствии в социологии использовалось понятие мы. То есть, когда вы чувствуете, что вы с кем-то образуете некое мы, вот это и есть это сознание рода. А что там реально, это обезьяна или это тотем какой-нибудь, змея там или медведь. Вы образуете с ним некое единство. Ну, конечно, при все речь идет о людях. Но это хорошо иллюстрируется типологией классов у Гиддингса. И он как раз социальные классы различает по степени развития у индивидов сознание рода. То есть, принадлежности к обществу, строго говоря. Гиддингс различает несколько типов классов по степени развития у них сознания рода. Первый тип он называет, собственно, социальный класс. Социальный класс это те, кто защищает существующий общественный порядок. Сторонники социального статус-кво существующего порядка. Социальный класс. Второй тип, у которого уже сознание рода в меньшей степени присутствует, это не социальный класс. Это индивидуалисты, люди равнодушные к общественным проблемам, люди, которые живут по принципу «своя рубашка ближе к телу» или «моя хата с краю». Гиддингс, наверное, не знал этих замечательных пословиц. Но смысл его идей на этот счет очевиден. Третий тип это псевдо-социальный класс. Это всякого рода лодыри, бездельники, бедняки, которые ничего не делают и стремятся жить за счет общества. Паразиты социальные. И, наконец, антисоциальный класс. Это преступники, всякого рода люди, которые ненавидят общество и его институты, и у которых вообще почти исчезло сознание рода. Сознание рода, в данном случае, как вы чувствуете, наверное, означает ощущение принадлежности к некоему глобальному обществу, государству, нации и так далее. Но это же не конформизм. А? Это же не конформизм или это оно и есть? Почему не конформизм? Это конформизм. Определенная степень конформности, я думаю. Ну, конформизм не в моральном смысле, а в психологическом. Да. Высшая степень конформности – это социальный класс, конформности по отношению к существующим социальным институтам. И низшая у преступников и всякого рода бунтарей. Вот такая типология. Вы… Я хочу сказать, что если вам что-то кажется сомнительным, то это вполне естественно, не удивляйтесь так. Мы же здесь рассматриваем разные взгляды, не для того, чтобы всем им верить, так сказать. Например, здесь, может быть… А роль государства? Что вы имеете в виду? Ну, это вот и есть, получается, государство, но высший относитель этого коллектива. Ну, в каком-то смысле, да. Ну, так многие считали. Государство, оно реализует некую общую волю. В той мере, в какой это государство эффективное, конечно. Ну, так и сейчас, собственно, считают. А иначе, что это за государство? Другое дело, что были классовые концепции государства, которые говорили, что все базируется на подавлении одной группы, другой, и что государство служит инструментом этого подавления. Но даже эти теории, они тоже исходили из того, что это государство хотя бы формально представляет себе, как реализующие общие интересы, а иначе это не государство, а просто банда, которая захватила власть и говорит, будете так делать, иначе мы вас всех накажем, и так далее. Любое, даже самое кровожадное и хищное государство, отстаивающее интересы русской группы людей, оно всегда представляло себе, как реализующий общий интерес. А иначе это не государство, а это что-то другое. А что у вас вызывает сомнения или недоумение? Я понимаю, откуда берется этот коллективный инстинкт роби. А как тогда образуется социальный институт? Откуда образуется социальный институт? Здесь ничего такого сверхоригинального Гидденс не предлагал. Я думаю, что он следовал за Спенсером в представлении о том, откуда берутся социальные институты. Они возникают, развиваются эволюционным путем. Сознание рода – это некая форма коллективного самосознания. Когда люди обладают вот этим сознанием, то, что впоследствии получило название «мы», вот это и есть сознание рода. Сам термин этот, он впоследствии не закрепился. Это специфично для Гидденса. Но то, что им обозначается, это достаточно очевидно. Речь идет о коллективном или групповом самосознании. Или общественном самосознании. Теперь я хочу, надо сказать, что Гидденс внес большой вклад в развитие эмпирических исследований в США. И был одним из инициаторов перехода американской социологии на эмпирические рельсы, так сказать. Он впоследствии, поскольку уже после Первой мировой войны, в 20-е, 30-е годы, то есть в 20-е годы, он пытался совместить свои идеи с бихевиоризмом, который тогда и обрел широкую популярность в США. И он подчеркивал значение количественных методов в социологии, тем самым предваряя торжество неопозитивизма в американской социологии, работы Ландберга, Додда и других. Теперь я перехожу к инстинктивизму, другой разновидности психобиологического редукционизма. Надо сказать, что просветительская традиция, которая, собственно, лежала у истоков возникновения социологии, она исходила из рациональной модели человека. Она исходила из того, что поведение человека строится из разумного расчета, из соображений полезности, как, например, в утилитаристских теориях, что человек – это существо, в общем, разумное. Но вот уже на рубеже 18-19 веков романтики подчеркивали, наоборот, это эмоционально-инстинктивное начало в поведении человека, влияние биологических и рациональных факторов. И вот на рубеже 19-20 веков вот этот рационализм просветительский, а без систем и оптимизм их был серьезно поколеблен. Во второй половине 19 века усиливаются тенденции иррационализма в философии, прежде всего в трудах Ницше, Шопенгауэра, Алибергсона. Они подчеркивали иррациональные импульсы в поведении человека, представителей философии жизни. В биологии в это время активно исследуется инстинктивное поведение животных. И тогда же на рубеже 19-20 веков широкое распространение приобретают экспериментальные исследования человеческой психики, в которых изучаются неосознаваемые процессы и импульсы. Например, экспериментальное исследование эмоций осуществлял известный французский психолог и философ Теодюль Рибо, автор известных книг «Логика чувств», главный редактор журнала «Философское обозрение». Психологи Вюртсбургской школы ввели понятие установки в это время, под которое они понимали некое неопределенное состояние психики, которое регулирует отбор и динамик умственных впечатлений. В это время широкую популярность приобретают исследования в области гипноза, а в психопатологии на первый план выдвигается проблема бессознательного. Все увлекались в то время гипнотическими сеансами, так же, как в последние годы экстрасенсами. И все это не могло не сказаться на том, что и социальные явления в конце 19 века часто стали толковаться как неосознанные, неосознаваемые, как результат неких инстинктов, неосознанных стремлений, импульсов. Но при этом надо сказать, что понятие инстинкт, оно было, как, впрочем, и сегодня, оно остается довольно туманным и использовалось в очень разных смыслах, в том числе и в житейском смысле. Оно понималось и как биологическая потребность организма, инстинкт, и как наследственная программа поведения. А иногда под инстинктом понималось есть просто очень сильные желания. Наряду с биологическими инстинктами индивида стали рассуждать о групповых, социальных инстинктах. И Гитингс как раз не случайно тоже считал свою теорию сознания рода, как он сам говорил, развитой формой теории инстинкта. И вот крупнейшим представителем инстинктивизма в социологии и социальной психологии был Уильям МакДугал. Английский психолог, который с 21 года работал в США. Его иногда называют МакДугал. А такжеи, в списке два данного классика, خыта с 3 ноября, и в месяцах 1 еще в месяц не состо beginning, и жем член к таком стенке. Нужно ее Taylor veces allons ganать, в месяц аквар guaranteed. «Годы жизни МакДугала» 1871-1938 годы. Самая его известная работа – «Введение в социальную психологию». Работа 1908 года и в 1916 году она была издана в России под названием «Основные проблемы социальной психологии». МакДугал утверждал, что теоретической основой всех социальных наук должна стать психология инстинкта, как он говорил. Как он понимал инстинкт? Инстинкт, по МакДугалу, это некое врожденное психофизиологическое предрасположение, которое позволяет воспринимать определенные объекты, фиксировать внимание на них, испытывать при этом специфическое эмоциональное возбуждение, и действовать по отношению к этим объектам определенным образом. То есть, вот это предрасположение врожденное, оно обусловливает несколько вот таких моментов. фиксацию внимания на определенных объектах, специфическое эмоциональное возбуждение, действия, определенные по отношению к этим объектам. По МакДугалу, инстинкт, первичный инстинкт, составляет такую неразрывную пару с определенной эмоцией. Каждому инстинкту соответствуют определенные эмоции, и они неотделимы друг от друга. И вот каждому инстинкту на таком внешнем уровне соответствуют определенные эмоции. Например, инстинкт бедства, он констатирует, ему соответствует эмоция страха. Инстинкту любопытства соответствует эмоции удивления Инстинкту дрочливости соответствует эмоции гнева Родительскому инстинкту соответствует эмоции нежности и так далее И вот за каждым социальным явлением МакДугал видит определенный инстинкт Или комбинацию инстинктов, или группу инстинктов Вот войны это результат инстинкта дрочливости Накопление общественного богатства это результат инстинкта стяжательства Религия это сочетание инстинктов любопытства, самоуничижения и бегства И соответствующих эмоциональных реакций И реакций соответствующих родительскому инстинкту И вот наибольшее социальное значение МакДугал придавал так называемому стадному инстинкту Стадный инстинкт удерживает людей вместе Он лежит в основе большинства социальных институтов Он объединяет людей в группы, в толпы, во всякого рода социальное образование Ну а непосредственное проявление стадного инстинкта это рост городов, массовое скопление людей И тому подобное Надо сказать, что книга МакДугала имела большой успех в то время И имела множество последователей Стадными инстинктами стали объяснять все что угодно Я не уверен Но во всяком случае, несомненно, он способствовал популярности этого термина Который вошел даже в широкие массы И когда люди чем-то недовольны Когда они видят, как ведут себя люди под влиянием поведения толпы Обычно говорят, что вот это проявление стадного инстинкта и так далее Я думаю, что уж во всяком случае То, что он повлиял на популярность этого понятия в обыденном сознании Это несомненно Придумал ли он его впервые, я просто не знаю В русском языке стадный инстинкт имеет явно негативный характер Конечно Я думаю, что он старался как ученый это трактовать Но думаю, что ему тоже некий такой негативный оттенок содержало тоже Какую эмоцию он приписывал в этом инстинкте? Какую эмоцию? Трудно сказать Наверное, стадную эмоцию Дело в том, что я сейчас скажу Когда оценивая вот такого рода теории Что на самом деле это очень нехитрое упражнение Потому что это ключик, который открывает все двери И не открывает на самом деле ни одной Мы с вами можем, не сходя с места Придумать множество таких инстинктов И под каждое явление подобрать какой-нибудь подходящий инстинкт Это дело нехитрое Поэтому Сам он, кстати, колебался И у него на разных этапах его карьеры варьировало И количество базовых инстинктов и эмоций Потом он переименовал Понятие инстинкт Поскольку, я повторяю, оно очень туманное И в сегодняшней даже биологии Никто не знает, что это такое Он переименовал инстинкты в склонности Но склонность это вообще нечто тоже туманное Но что такое склонность Это нечто такое подвижное, изменчивое Сегодня у человека одна склонность Завтра может быть другая Она может одна и та же склонность Может человека побуждать к разным действиям Надо сказать, что особое место в инстинктивизме занял Фрейд Но это уже после перерыва Значит, отдохнем 10 минут Субтитры сделал DimaTorzok